Впервые в истории человек с планеты Земля, наш советский человек совершил первый беспримерный рейс к звездам. Эту речь первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев произнес 14 апреля 1961 года. На следующий день ему исполнилось 67 лет. Это был восьмой год его пребывания на посту лидера страны. Безусловно, это яркая крупная личность отечественной истории. И отчасти темперамент Хрущева, отчасти некоторые черты его характера, его огромная энергия. Это сказалось на ходе развития страны, на тех событиях, которые происходили в это время. Вряд ли крестьянский мальчик Никита Хрущев мечтал о карьере большого государственного деятеля. В его детстве главной задачей было прокормиться. Никита рано начал помогать отцу, а потому толком даже не выучился грамоте. В деревне своей была церковь, и там двухклассная церковно-приходская школа. Но даже ее он не успел окончить. Он выучился в этой школе считать до 30. И отец сказал, пора работать, и достаточно досчитать до 30. Он спросил отца, почему 30? Тот говорит, а больше 30 рублей ты в жизни никогда не заработаешь. Судя по тому, что об этом разговоре Никита помнил всю жизнь, слова отца тогда задели его за живое. И он решил, что сумеет изменить свою судьбу, став инженером. Тем более способности к технике у него были. Хрущев собирался поступить в Харьковский политех, но планы изменила революция. А в 1918 году началась партийная карьера Никиты Сергеевича. Выбрал удачную партию, можно так сказать, потому что в 1918 году никто не знал, что эта партия победит в гражданской войне. Хрущев быстро начал восхождение по партийной линии. Сначала возглавил уездный комитет, потом перевелся в областной центр. А в 1928 году получил направление в Москву, в промышленную академию, готовившую директоров советских заводов. На учебе познакомился с женой Сталина, Надеждой Аллилуевой, а через нее стал вхож в дом первого лица страны. И это, конечно, отразилось на его карьере. Он становится вторым секретарем Московского комитета партии. Идет строительство метро активно в этот период. Надо набережные Москвы строить, жилищный фонд ремонтировать, приводить в порядок. Тут Никита Сергеевич себя как раз очень хорошо проявил, показал, так сказать. Смерть Сталина в 1953 для многих неожиданное открыла для Никиты Сергеевича путь к вершине власти. Хотя он и занимал весьма высокую позицию в партийной иерархии, фаворитом среди претендентов на главный пост государства не считался. Но Берия был арестован и казнен, а Маленков в 1957 году, после неудачной попытки сместить первого секретаря Хрущева, потерял пост председателя Совета Министров. Правительство СССР возглавил сам Никита Сергеевич. Ведь он же победил, потому что он аппаратными ресурсами воспользовался. А фактически-то его пытались отстранить. Считается, что именно после отстранения Маленкова, а вместе с ним Молотова и Кагановича, Хрущев стал по-настоящему единоличным руководителем страны. Началось массовое строительство Хрущева, недорогих и быстро возводимых домов. И это был настоящий прорыв. За семь лет жилья было построено больше, чем за предыдущие сорок. Своим жильем с удобствами обзавелись 54 миллиона человек. Для людей, которые переселялись из-за коммуналок, из-за бараков, из-за деревянных домов, из полуподвальных помещений, квартиры в новых домах, были, конечно, огромные улучшения в уровне жизни. При Хрущеве колхозники получили паспорта. На два часа сократилась продолжительность рабочей недели, был снижен пенсионный возраст и отменена плата за обучение в старшей школе. В 1961 году проведена денежная реформа. А еще выросла зарплата в сельском хозяйстве и промышленности, началось освоение Антарктиды. Прекрасно! Берегут! Да-да, меня здесь берегут! Растят под солнцем жаркие, чтобы кукурузный рацион принес дохода миллион. Также мощным рывком Хрущев попытался решить продовольственные проблемы страны. За основу был взят американский опыт. В стране была в разы увеличена площадь пассивов кукурузы. Ею планировалось заместить дефицит зерна и кормов. Кукуруза тогда, как говорили, стала королевой полей. Однако долго эта история не продлилась. Уже после оставки Хрущева кукурузная кампания в стране была свернута, так и не достигнув поставленных задач. А вот успехи в техническом развитии страны были существенными. В 1959-м на воду был спущен первый в мире атомоход «Ленин». А в 1961-м году в космос полетел и, главное, вернулся оттуда Юрий Гагарин. Рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Однако наиболее важным с политической точки зрения стали шаги Хрущева, направленные на развенчание культа личности Сталина, открытие данных о репрессиях и поставленных на поток казнях. Хотя знаменитый доклад, прозвучавший на закрытом заседании 20-го портсъезда, мог навредить и самому Хрущеву, так как он в силу положения был ко всему этому причастен. А у меня вот до сих пор руки по локоть в крови. Ты думаешь, это что все так? Это ж было для дела. Отказ от сталинских методов управления с помощью страха и репрессий, безусловно, резко поменял настроение в обществе. Наступила оттепель. Смягчались травы, приподнимался железный занавес. Фестиваль молодежи и студентов в Москве собрал почти 35 тысяч гостей из разных стран. На литературной сцене появились поэты-шестидесятники. Имена Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулина, Рождественского и Акуджавы знала вся страна. Однако оттепель была недолгой. Именно при Хрущеве в 1962 году произошел новочеркасский расстрел, когда на разгон рабочих, протестовавших против повышения цен, была брошена армия. Примерно в то же время разразился Карибский кризис, чуть было не обернувшейся ядерной войной СССР и США. Но к концу 1962 года Хрущев зачем-то решил поссориться с интеллигенцией. Сначала досталось художникам-авангардистам. Их искусство на знаменитой выставке в Манеже он назвал дегенеративным. А потом прилетело и писателям. Скандал, связанный с публикацией романа Пастернака, доктора Живага «За границей», что вызвало гнев Хрущева. И его такая реакция во многом спросила волну гонений против писателя. И в целом эту яростную критику. Сложно сказать, почему Хрущев потерял контроль над ситуацией. Но в какой-то момент им стали недовольны даже бывшие соратники. Какая-то струнка там лопнула. И он решил, что в результате вот этих послаблений, законодательной деятельности, что лучше уйти, махнуть рукой и сказать, а теперь вы давайте сами. После отставки Никита Сергеевич Хрущев в почетном статусе пенсионера союзного значения прожил 7 лет. Он обитал на своей даче, возился в огороде, фотографировал природу и диктовал мемуары, которые позже вышли в США. Он умер в 1971 году. А памятник для его могилы создал Эрнст Неизвестный, один из тех художников-авангардистов, которых так ругал Хрущев.